Друзья, всем привет! Прошло 3,5 месяца, как я стал счастливым обладателем BMW в кузове F10 с пробегом. 2016 года машинка, пробег у нее сейчас 42 500 километров, я проездил на ней 6 тысяч километров за 3,5 месяца. И пришло время мне с вами поделиться своими наблюдениями и записать серию дневника BMW «Подготовка к зиме». Данный сюжет у нас будет собирательный, мы с вами будем перемещаться во времени, и я с вами буду делиться опытом эксплуатации автомобиля. Давайте я вам напомню всем тем, кто недавно подписался на канал, кто подписался давно, ссылочки на все предыдущие серии будут в описании. Зачем я купил 520 именно с задним приводом? Друзья, я ее купил для того, чтобы поснимать как можно больше материала именно зимой. На сегодняшний день, если вы залезете на YouTube и начнете писать BMW о заднем приводе эксплуатации зимой, роликов по ней очень мало. Соответственно, многие люди, кто хотят купить BMW, начинают смотреть на автомобили, и самые доступные версии как раз таки идут с задним приводом. Вот на секундочку, мы уже записали сюжет про скидки на BMW. И что, если я вам скажу, что новая BMW 3 серии с мотором 2 литра, 318 двухлитровая, на заднем приводе, самая простая версия, доступна за наличный расчет по цене 2 миллиона, 2 миллиона 100 тысяч рублей. Обязательно подпишитесь на канал, потому что в ближайшее время ролик выйдет на канале, и вы там все услышите последовательно, подробно. В инстаграме канала, да и вообще в целом в личные сообщения меня очень спрашивают, ну давай, блондин, расскажи, ты уже столько поездил на машине, в принципе, ты можешь ответить на вопрос, что же лучше, BMW с пробегом, или же все-таки купить новый автомобиль, ту же самую Toyota Camry, Mazda 6, Kia Optima, в хороших комплектациях за эти деньги можно взять. Напоминаю, что ценник автомобиля 1 миллион 700 тысяч рублей с пробегом 36 тысяч километров, 2016 года я второй владелец. Парни, я вам отвечу так, вот сейчас я к машине привык, вот разница не то, чтобы ощущается, она вот прям вот на голову выше, во всем, то есть ты садишься в автомобиль, он более собранный, ты в него садишься, очень хорошая шумоизоляция, даже штатная. Вот сейчас я уже переобул автомобиль на зимнюю резину, вот это характерное цоканье от шипов, его практически не слышно, когда на Mazda это было слышно всегда отчетливо, на Toyota там были 17-е колеса, автомобиль был с полной шумоизоляцией, все равно это тоже было слышно. Здесь же я езжу, но действительно получаю удовольствие от сидения, от управляемости, особенно когда я поменял колеса и поставил все одинаковые, это просто совсем другая машина стала, вот серьезно, все, что вы говорили, run-flat фигня, разноширокий, лучше убрать для комфортного управляемости, вот действительно так. Что я вам могу сказать с точки зрения минусов, что я заметил по автомобилю? Ну в первую очередь, в силу того, что предыдущий владелец залазил в машину, что-то менял тут с проводкой, камеру поставил, головное устройство поменял, вот этот правый поворотник у меня периодически слегка моргает, то есть это происходит прям буквально на долю секунд, я это замечал, стоишь в потоке и видишь то, что впереди идущего автомобиля отражается, как он у тебя загорается, то есть что-то тут каратит, это раз. Второй момент, вот смотрите, автомобиль стоит, да, ну на вторичке там миллион семьсот, его покупали по цене 2 миллиона сто тысяч рублей в 2016 году. У меня есть функция складывания зеркал, и вы скажете, блондин, да кого ты этим удивишь, у всех это есть, но это отдельная функция, что она все несет, складываются зеркала раз, плюс ко всему, когда они разложены, включая заднюю передачу, правое зеркало может наклоняться вниз, но у автомобиля нет бесключевого доступа, вот это вот, друзья, я вам серьезно говорю, это просто такой напряг, привыкнуть к этому за 3,5 месяца мне не удалось, потому что ты приходишь к машине с пакетами, раз в этот карман кое-как, а ключ-то в этом кармане. И вот доставить эту опцию, ее в принципе можно, но это стоит порядка 40 или 60 тысяч рублей. И вот в этом минус немцев, что все автомобили наборные, потому что если бы смотреть сейчас даже на вторичку с точки зрения японцев или даже на новые автомобили, за миллион семьсот, любой автомобиль, который вы будете покупать, он уже будет однозначно с бесключевым доступом. Вот такие зеркала у официального дилера, вот накладка, да, это M Performance называется, она стоит 13 тысяч рублей. Я купил одну и вторую за 2,5 тысячи рублей. Решетка, ноздри черные, я их купил за 3 тысячи рублей, у официального дилера они стоят тоже там в районе 10 или 11 тысяч рублей. Факт в том, что такой легкий старинок, на мой взгляд, автомобилю придает внешнего вида. Кто-то скажет, конечно же, колхоз, но я скажу так, моя машина, что я с ней хочу, то я с ней и делаю. С чего я начал свою подготовку к зиме? Ну, естественно, с переобувки. Я записал отдельный сюжет, присаживайтесь поудобнее, давайте мы его посмотрим, и после этого я его маленько прокомментирую, потому что простейшая переобувка колес, совсем другая история, смотрите. А мы с вами переносимся в Московскую область, город Кашир, это дом моих родителей. Зачем я сюда приехал? Ну, в первую очередь, подготовка к зиме начинается, я приехал за теплой одеждой. На момент этой съемки, 10 октября, 4 дня назад в области выпал первый снег, который пролежал 2 дня. Нужно готовиться к зиме и менять зимнюю резину. Месяцем ранее я у вас спрашивал, какую же резину поставить, мнения разделили, все тот же самый Е-каталог пришел мне на помощь, потому что здесь хорошая подборочка. Я выбрал, друзья, ту самую резину, о которой в тот раз сказал. Это Тоя. Парни, вы рекомендовали, кто Континенталь, кто Приджстоун. Многие говорили, что Хакапелита стала плохая, ставить ее не нужно. Я выбрал ту самую Тою, потому что ранее на этой резине я уже ездил. Она стоит сейчас у меня на Ниссане. В принципе, хорошая японская резина, мягкая, относительно тихая. Сами понимаете, что любая шипованная резина будет шуметь. В общем, комплект колес 18-х круг по переднему размеру мне обошелся изначально в 43 500 рублей, но, посидев на Е-каталоге, я ее покупаю за 36 800 рублей. В общем, давайте перемещаться, забирать резину. Но после этого мы поймем на шиномонтаж, потому что там есть вам что показать. А всем, кто хочет сэкономить денег, вот, заходите на Е-каталог, друзья. Сам каталог вас не призывает ничего купить. То есть забиваете товар, который вас интересует. Здесь идет целая подборка. Здесь есть магазины, где его можно купить. Вы можете почитать отзывы про резину. Собрать все необходимые параметры. Высота, нагрузка, в общем, это действительно удобно. И самое главное, вот они все цены. Нашел ценник, звонишь, есть наличие, заказываешь, покупаешь, нет наличия, звонишь дальше. Все сделано в одном каталоге. Поэтому пользуйтесь, это реально полезно и удобно. Мы с вами перемещаемся на юг Москвы, в точку выдачи резины. С неба идет дождь, но я радуюсь просто-напросто каждой капельке. Радуюсь жизни. Смотрите, вот она у нас, пожалуйста, поместилась. Резина 18-е, 2018-го года, made in Japan. То есть все отлично, очень мягкое и очень легкое, друзья. По шине в каждую руку до багажника без проблем. То есть два у нас здесь лежат и два в салоне. Отмечаю, что у меня есть возможность складывать задний ряд сидений. А на самом деле это на BMW доступно больше как опция. И кто-то задаст вопрос, а почему же не липучка? Ведь липучка в городе будет комфортнее, на асфальте она будет тише. Друзья, выбирайте резину каждой под свои нужды. Там, где я буду кататься, мне шипы просто-напросто необходимы. Более того, повторяюсь, мы этой зимой будем снимать много серий про эксплуатацию автомобиля на заднем приводе. И самое главное, что я 100% буду оказываться на льду. Соответственно, что я буду делать там с липучкой? Ну и вон нафиг, я катался, что такое представляю. Выбирайте сами под себя, я выбираю шипы. Что я вам хотел показать? Вот смотрите, вот это у меня передние колеса 245. Вот это у меня заднее колесо 275. То есть резина разноширокая, по размерам вот вам прям, пожалуйста, наглядно все видно. Я купил резину зимнюю, вся 245. То есть спереди она встанет без проблем, вот назад ее нужно будет поставить, она встанет слегка домиком. И хорошо накачать. То есть визуально отличия будут, я вам покажу. Но с точки зрения ездовых характеристик, отличий никаких не будет. Это нормально. Самое главное сейчас просто грамотно сделать шиномонтаж. То есть люди ездят, у меня друг точно так же сделал, никаких проблем нет. Тем самым 18 колеса, мои диски в частности, остаются на зиму. А на лето я себе куплю 19 колеса на летней резине без ранфлета 100%. Потому что я изначально думал, что швыряет в клее именно из-за того, что колеса разноширокие. На самом деле это далеко не так. Спасибо вам огромное, все кто поправил, все кто подсказал. Это именно из-за резины с технологией ранфлет. И вы сейчас можете подумать, ну что все, я на зимней резине. Друзья, это просто умора. Вот люди жалуются, работы нету, а там мало платят. Я приехал перебывать резину, он не смог снять с диска резину, представляете? Вот шиномонтаж, пожалуйста, все можем. Да, я сперва заехал, спросил, умеете, без проблем сейчас все поставим. Он не смог снять резину с диска. В общем, шиномонтаж, который обычно занимает 30-40 минут, у меня вырос аж в целые сутки. Что случилось? Вот секретки, которые мне достались от первого владельца. Они уже стояли на автомобиле. А вот он сам ключик, с помощью которого можно эту секретку снять. Я вам рассказываю, что когда вы меняете колеса, снимаете и секретками пользуетесь, их нельзя затягивать. То есть их ни в коем случае нельзя затягивать пистолетом. Наживили, чуть прокрутили, все. Обычно все, те, кто занимается шиномонтажом, это знают. В моем случае шиномонтажник этого не знал, потому что он с честными глазами, сознанием делал, уверял, что да я всего лишь чуть-чуть прокрутил ее пистолетом. Этого делать нельзя. Вот, смотрите, все те, кто владел секретками, понимают, что это называется жжжопа. Почему жопа? Потому что секретка просто убита. Хотя она уже не подходила, когда на ней была совсем маленькая трещина. Таким образом, мне пришлось ехать опять же к ним. Мне наваривали болт на секретку, выкручивали ее. В общем, друзья, это целая процедура, целая проблема, которая мне нахрен не нужна. Но для вас это полезный опыт и для меня тоже. Все те, кто покупает автомобиль с секретками, по-хорошему, их лучше снять и сразу поставить болты. Потому что вот эти колеса, вот эти диски в частности, никакой ценности на сегодняшний день на вторичке не представляют. Но с точки зрения, чтобы кто-то пришел, их украл. В любом случае, если боитесь, переживаете, перед шиномонтажом прям акцент делайте мастеру, кто шиномонтажом занимается, чтобы он эти секретки вам не закручивал. Конечно же, немалозначимый вопрос надежности. И ты скажешь, да, о какой ты надежности можешь говорить, если на автомобиле пробег 43 тысячи почти что. И я тебе скажу, когда я покупал автомобиль, конечно же, можно было купить его с пробегом за 100 тысяч. И каждую неделю снимать серии о том, как я копаю в сервисах, зачем мне это нужно. Я купил автомобиль для того, чтобы им наслаждаться, для того, чтобы на нем кататься. Я вам скажу, единственное, о чем я могу сейчас пожалеть, это только то, что мотор 2 литра, бензин. В идеале, конечно же, я бы сегодня взял 2 литра дизель, потому что его работа практически не слышна. То есть он не тарахтит, как трактор на корейских, японских автомобилях. При этом расход топлива пониже, крутящий момент побольше. Для города, вот для повседневной езды, когда только и толкаешься в пробках, его хватает с головой. В сентябре месяце на нее закончилась гарантия. То есть сейчас любой вопрос за мой счет. Важно понимать, что вот этот автомобиль калининградской сборки, все, аналог. Блондин купил-то себе не BMW, он купил себе автотор 5 серии. Я вам хочу сказать следующее. Вот смотрите, когда я занимаюсь поиском автомобиля, люди же приходят, обращаются, говорят, давай купим BMW 3 серии или 5 серии. Вот раньше предыдущая трешка, она была как немецкой сборки, так и калининградской сборки. Факт удивительный заключался в том, что и на немецкую, и на калининградскую скидывали одинаково. То есть не было такого, что, допустим, калининградская сборка уходила за 2 миллиона, а немецкая сборка уходила за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Нет, доходило до того, что немецкую такую-такую по одной цене скидывали. К чему я это? Я к тому, что когда вы покупаете новый автомобиль, естественно, если вы переживаете, вот то, что Андрюха показал, Ярдрей, за гарантию, что вас могут послать нафиг, не покупайте этот автомобиль, найдите что-то другое. Но по факту, вот я со всеми, с кем общаюсь, там про Ауди у него были ролики, люди покупают машину, я спрашиваю, говорю, ну вот, человек снимает, показывает то, что если, не дай бог, ты с чем-то столкнешься, это будет целая проблема. Люди говорят, да-да, я смотрел, я понимаю, ну, надеются на лучшее, что с их автомобилем ничего не случится. Точно так же и я. Я передвигаюсь, надеясь на то, что с ним ничего не случится и даже здесь сейчас вам мне нечего рассказать, потому что все работает исправно, я надеюсь, что оно так и будет работать дальше. Давайте с вами в любом случае перемещаться к официальному дилеру на прохождение технического обслуживания легкого по замене масла. Сразу отвечу на вопрос, почему к официальному дилеру? Я звонил, в сторонние сервисы, которые возим моего дома, люди не понимают, как даже поменять масло. То есть, создаешь вопрос, вот масло хочу поменять, а у вас щуп электронный, электронный, а сколько масло заходит? Говорю, я не знаю, но вы же сервис, посмотрите, скажите сами, как бы я только начал владеть автомобилем. Они не берутся, соответственно, все под мою ответственность. Те, кто разбирается в автомобилях, те, кто на них специализируется, например, Мир БМВ, он есть на севере Москвы, мне туда гораздо дольше ехать ради того, чтобы просто поменять масло. Вот когда дойдет дело до замены колодок, фильтр воздушный, фильтр салонный, свечи, в общем, комплексное обслуживание мне нужно будет сделать, вот тогда я, естественно, поеду к ним. Но на прохождение замены масла я отправился к официальному дилеру, потому что я вам хотел показать, как это происходит у них и за что вы, в первую очередь, переплачиваете деньги, потому что в ожидании автомобиля вы получаете сервис. Смотрим. Звоню официальному дилеру, сколько? Как обычно, там, битье по калькулятору, скидки 10 тысяч рублей. Я говорю, просто замена масла. Это было неделю назад. Я говорю, ребят, что-то дорого, они такие, ну, хорошо, положили трубку. Проходит три дня, мне перезванивает менеджер вот этого дилерского центра, говорит, ну что, вы сделали этого? Я говорю, пока нет, говорю, делайте скидку, сколько? Я с дури просто сказал, 9200. Он ушел согласовывать, перезвонил, говорит, все, пожалуйста, приезжайте, скидку сделаем. В общем, друзья, к чему я это? Торг уместен везде, везде рынок. Ранее, напоминаю, я делал первое ТО для своего автомобиля за 11 тысяч рублей. Оно было сделано полностью. Все мои расходники положили в багажник. Ни в коем случае не воспринимайте это как рекламу дилера. Мне вообще фиолетово, поедете вы к нему или нет. Я вам лишь хочу показать, что вы получаете за эти деньги. Да, вы отдаете 9200 рублей за всего лишь замену масла, но мне помыли машину и довольно-таки хорошо. Мне проверили углы по сходу развалу и сделали это абсолютно бесплатным. Мне полностью осмотрели автомобиль, выставили все настройки после того, как мы снимали клеммы с аккумулятора. При этом поют бесплатно кофе. Кофе хороший. Есть множество зон, где вы можете провести время. Есть рабочие зоны. Есть зоны, где есть PlayStation, Smart TV, настольные игры. То есть с детьми можно поиграть. Соответственно, вы не просто так сидите. Я взял с собой компьютер, сидел и работал. Плюс ко всему, бесплатное такси. Не хочешь ты находиться у дилера, вызывай за их счет. Ты уедешь там к дому, к метро, куда угодно. Ты получаешь действительно комфорт. Сама по себе столовая, ну назовем ее кафе, буфет, кто как хочет. Там действительно очень вкусно кормят. За 450 рублей я съел отличный бизнес-ланч. Ну что, мое обслуживание подошло к концу. Вот смотрите, что я получаю. Вот акт выполненных работ. То есть ТО обошлось мне 9200 рублей со скидкой. За болты взяли 1222 рубля. Но счет выставили на 178 рублей больше. Я его оплатил, я уже не стал спорить. Вопрос задал, говорю, а почему так получается? Ну, скидка подтягивается. Всегда все индивидуально. Расчеты я вижу, не вижу. В общем, за 178 рублей я спорить не стал. Но факт налицо, друзья. Все нужно перепроверять, все нужно перерассчитывать. Так постоянно. Что сделали дополнительно? Проверили полностью мой автомобиль. Никаких нареканий нет. Вот эта вот красная зона из серии, когда есть нарекания, что прям нужно сразу делать. Желтая это из серии, когда вот-вот-вот что-то будет плохое. У меня все по зеленой зоне. Также дополнительно проверили сход-развал. То есть нареканий никаких нет. Таким образом, получается, что технически тачка в отличном состоянии. И как видите, торговаться можно. Плюс ко всему, вот объясню. Понятное дело, что на стороне в гараже было бы дешевле. Кстати, масло какое заливать? 5 литров вы увидите сейчас на экране. В гараже-то было бы дешевле, но это нужно было бы стоять на улице, либо сидеть где-то. А тут я пошел, покушал за 450 рублей без проблем бизнес-ланч. Попил кофе, напоили. Чисто, аккуратно, тихо поработал. Два часа, что здесь просидел, я выполнил задание, я заработал денег. Поэтому я могу ехать дальше. Ну, а мы с вами перемещаемся на нашу точку и продолжаем диалог о BMW. С какими мелкими косяками я сталкиваюсь по автомобилю? Ну, в первую очередь, это срабатывание ключа. Знаете, иной раз подходишь к машине в кармане, начинаешь нажимать, чтобы дверь открылась, а она не открывается. То есть бывает так, что нужно прямо достать ключ, прямо на нее направить, только после этого дверь откроется. Неудобно. То же самое происходит, когда ты садишься за руль и начинаешь заводить автомобиль. Бывает так, что нажимаешь на кнопку, он ключ не видит, не срабатывает. То есть нужно ключ достать, вот такое происходит. В остальном же по электрике, по салону вопросов никаких нет. Но, например, когда мы переходим в режим спорт, то есть приборная панель моя должна меняться. Она у меня не меняется, в режим эко то же самое ничего не происходит. Почему? Потому что первый владелец это отключил. Мы когда делали заезд, когда я говорил, что вот мы включаем режим спорт. Многие писали, типа, так ты его не включил, потому что на приборке ничего не изменилось. Все меняется, друзья. Режимы работают, просто у меня это отключено. Чтобы это активировать, люди на стороне просят две с половиной тысячи рублей. То есть вот в этом всем кроется BMW. Все, что ты можешь сделать, всегда за денежки, скрытые функции. В общем, доработать можно автомобиль полностью. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на руль. М-рули, они идут с кожей на па. Очень приятная на ощупь. Такой руль, сам по себе красивый. Для меня это прям было очень важно. Не знаю почему, прям вцепился я именно в М-руль. Что я вам хочу сказать. Покупая автомобиль, он буквально, даже вот если вы новый покупаете автомобиль, буквально там через месяц-два, он у вас становится весь глянцевый. Что это такое? Это сальные железы, кожа ваша, грязь. Руль очень быстро пачкается. Что нужно делать? Если вы будете приезжать на сервис BMW, вам, естественно, что рассказывается о том, что есть спецсредства, которыми можно его мыть. Это все стоит денег. В реале все, что вам нужно, это губка, тряпка, ведерко с чистой водой и хозяйственное мыло. Намочили аккуратненько, намылили, раз смыли, два смыли. Все, друзья, реально очень долго держится. Последний раз я свой руль мыл тысячи, наверное, три километра назад. И вот долгое время, даже сейчас, вот вживую, когда смотришь на него, он остается как новый. Очень приятно. Поэтому рекомендую, пользуйтесь. Касаемо расхода топлива. На данный момент последние три тысячи километров я проехал из серии 90%. В городе 10% трасса. Расход топлива на автомобиле составляет 10-11 литров. Вот в этом диапазоне. То есть 10,5, 10,7, бывает 10,2. Я вам называю честные цифры. Я сейчас автомобиль заправлял только сотым бензином. Вот эти три тысячи км на сотом бензине я прокатился. За что я переживаю? Честно говоря, в зиму, конечно, задним приводом страшно входить. Потому что вот я сейчас даже поставил шипованную резину, отормажусь где-то на скользкой дороге, чувствую, как срабатывает электроника. Но я ее еще пока что не до конца понимаю. То есть иногда даже как-то страшновато. Но в любом случае выпадет снег, выйдем на открытый участок, будем разгоняться, тормозить. Посмотрим, как машина себя ведет. Будем снимать, будем вам это все показывать. С точки зрения эксплуатации летом вопросов вообще ноль. Да, бывают такие моменты, когда вот опять же после дождя ты стоишь где-то в горочку на повороте. Да, вот Т-образный поворот. Ты должен вырулить налево, активное движение. И потом раз окно появляется, даже газку на мокром асфальте она пробуксовывает. Ну знаешь, так необычно, когда жопу чуть заносит. Но электроника реально быстро справляется, подправляет автомобиль, ты поехал. К этому нужно привыкнуть. В целом все отлично. Касаемо полного привода. Это было бы просто и легко. Полный привод зимой это неинтересно смотреть. Полный привод это изначально автомобиль подороже. А вот задний привод зимой это будет круто. Поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм канала. Потому что там всегда реально выходят только свежие новости. Там я публикую, какие скидки на автомобили можно получить. Там я публикую, что мы будем снимать. Ничего лишнего там нету. Всех жду. Ссылка активная в описании. Мы с вами перемещаемся на парковку одного московского гипермаркета. Куда я заехал сделать важные покупочки для меня, друзья. Что мне пригодится этой зимой? Лопата. Раз. Снеговая, чтобы я мог всегда откопать свой автомобиль. Щетка. Естественно, у меня была щетка, но она уже стала старая. Пришлось купить новую со шкребком 2. Я себе купил трос на 2,5 тонны. Машина весит около 2 тонн. Там тонна 800. 5 метров. Трос с двумя крюками. Пожалуйста, все. Всегда смогу себя вытащить с чьей-то помощью. Жилеточка. Естественно, нужна, чтобы меня никто не шиб. У меня есть также вошеры, которые я когда-то тоже рекламировал. То есть они очень удобные. Мыть стекла. Ну и тряпка безворсовая у меня есть. А теперь самое время все дело это нам, друзья, посчитать. Вот сейчас за все, что я перечислил, я в магазине отдал 1250 рублей раз. Плюс 2000 рублей я потратил на шиномонтаж, где я делал во второй раз. Далее. Плюс 36800 рублей зимняя резина, которую я, напоминаю, нашел через Е-каталог. Но реально сэкономил денег два. Техническое обслуживание, замена масла, в любом случае под зиму я это сделал. Считаем условно, что я отдал 10 тысяч рублей за вычеты того, что болты, которые оплачивал мне, оплатил человек, который их сломал. Три. Итого у нас получается 50 тысяч 50 рублей. Условно полтинничек. Вот такая цифра получается. С одной стороны не страшно. С другой стороны, в силу того, что я это потратил буквально за два дня, улетело. Это ощутимо. Но с другой стороны, покупаете автомобиль, будьте готовы содержать. Что я хочу сказать касаемо резины напоследок. Вот смотрите, сейчас она вся везде стоит 245. Я понял одно, что 100% больше никогда в жизни себе разную широкую резину ставить не буду, даже без технологии RunFlight. С точки зрения внешнего вида, это все баловство. Какой-то там старинг, широкие колеса сзади. Нахрен это не надо. Сейчас я езжу, я на ней проехал уже 250 км, потому что ездил в область и обратно. Блин, совсем другой автомобиль. Про колею я вообще забыл. Действительно, вот сейчас я получаю удовольствие от вождения. Друзья, ну что, вот такая получилась эта серия. На данный момент я в автомобиле никак не разочарован. Пока что мне все нравится, я наслаждаюсь. Я не жалею о том, что совершил покупку. Самое главное, что все интересное начинается вот только сейчас, потому что мы с вами ждем зиму. Пишите ваши комментарии, давайте ваши советы. Я надеюсь, этот ролик был полезным и интересным для вас. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там выходят только свежие новости. Напоминаю, что следующий ролик будет про скидки на BMW, потому что это действительно актуально, полезно и многие из вас могут сэкономить. Ведь многие люди не знают до сих пор, что с официальными дилерами можно торговаться. У меня на этом все. Всех приглашаю в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok